Можно очень разными способами рассказать суть отношений, чтобы они были счастливыми. Один из вариантов, как это можно объяснить, это то же самое, что при изготовлении пищи. Допустим, если вы хотите изготовить хорошую пищу, вы должны знать рецепт. Вы должны знать точно, что нужны такие-таки ингредиенты, что есть немало разных тонкостей, есть какие-то ступени, что надо делать, с какой последовательностью, чтобы вы сделали бы в конце удовольствие от еды. Так очень похоже и в отношениях мужчин и женщин, только это на много раз сложнее. То есть в отношениях мужчин и женщин есть очень много якобы мелочей, якобы неважных вещей. Но если мы все эти секреты и нюансы и тонкости одна за другой понемножку усваиваем и познаем и понимаем, чем больше тонкостей мы понимаем, тем больше удовольствия, тем больше счастья в отношениях пары. И наоборот, чем меньше углубляются и меньше понимают и меньше интересуются отношениями друг с другом мужчин и женщин, тем меньше счастья, тем грубее эти отношения, тем неуклюже их отношения между друг другом. И если так говорить, то же самое простыми словами, надо познать противоположный пол своего супруга или супругу и познать себя. То есть если я мужчина, я должен познать сам себя, что я за вещь, что я за чудо, и познать женщину. Что за чудо природы женщина? Чем больше я познаю себя и чем больше я познаю женщину, тем я корректнее, точнее и лучше общаюсь с женщиной. И наоборот, чем лучше познает женщина мужчину, его мышление, чувство, его поведение, его ум, его свойства, тем лучше она понимает, как с ним общаться, как с ним вести себя. И это чудо, эти знания об этом чуде, они нужны ей не только, чтобы она общалась с мужчиной, с ее супругом, они нужны и при общении с сыном, и при общении с братом, и при общении с отцом, с любым мужчиной в мире. Но самое лучшее познать мышление мужчин, это через своего супруга, так как она с ним общается каждый день, постоянно. И это чудо каждый день в ей жизни. И если она игнорирует его, она, конечно, будет иметь много проблем. И наоборот, то же самое с мужчиной. Если мужчина не желает познать женщину, ее мышление, ее физиологию, ее поведение, ее глубины, ее души, он не будет счастлив. Он должен понять ее, изучать ее как чудо природы, все возможные ее аспекты. То же самое он должен понять сам себя, сам себя как мужчину. Кто он такой, что это за создание. И внутри этого понимания, познания обеих полов таится самые большие, самые чудесные тайны и свойства всей жизни и всего, что вокруг нас. То есть общение мужчины и женщины напрямую создает самое большое чудо в жизни. Нет, это есть тело человека, а тело человека это как бы центральный узел всей Вселенной. То есть каждый из нас являемся этими центральными узлами Вселенной. И непознание себя, непознание своего супруга или супруги является как бы самой большой неурядицей в жизни, которую можно придумать. Поэтому все древние мудрые знания, они говорят, познай сам себя. То есть познание самого себя является ключом во все. И допустим, мужчина, который познает сам себя, он открывает через себя, открывает все в семье. Он вдруг один день открывает себе, что он является мужчиной. Он до этого ничего не знал, что такое мужчина. Ничего абсолютно. Он вдруг понимает, что у него какие-то странные двойства, которых нет у женщин. Что, допустим, его мышление намного более грубое и неуклюжее, чем у женщины. Что, допустим, у него память слабее, чем у женщины. Что у него понимание цветов и нюансов оптических намного слабее, чем у женщины. И так далее, и так далее. У него чувство грубее, чем у женщины. А мужчина до этого думал, что он самый хороший, самый мудрый, с самыми лучшими свойствами. То есть в этом таится много-много открытий. И то же самое для женщины. Если женщина изучает сама себя, она открывает невероятные вещи. Через это она открывает, как общаться с мужчиной. Она познает свои сильные слабые свойства, женские сильные слабые свойства. И начинает понять, что она без мужчины ничего не может в жизни сделать. И наоборот. Мужчина открывает свои очень сильные, очень слабые места, когда он общается с женщиной в семье и понимает, что он без женщины вообще ничто. Без женщины он ничего не может сделать. Он даже жить не может не то, что полотноценной жизни, он просто половину в жизни он не может прожить физически. У него нет на это сил. Его длина жизни коротится, если он живет один, без жены. И наоборот. Если мужчина и женщина хорошо общаются, правильно общаются, они живут намного дольше, намного раз счастливее. И поэтому не случайно деревне мудрые знания, они говорят напрямую, что самое большое счастье в жизни это только традиционные семейные отношения, сильная, крепкая семья. Она дает все вообще в жизни самое хорошее. Ну так вот, такой мой сегодняшний вывод специалист. Продолжение следует...